Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня в понедельник за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 2, стихи с 1 по 11. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Во время она брак бысть в кане галилейстей, и бе мати Иисуса вату, зван же бысть Иисус и ученицы Его на брак, и не доставшу вину, глагола мати Иисусова к нему, вина не имут. Глагола ей Иисус, что есть мне и тебе, жену, не уприди час мой. Глагола мати и го слугам, ежи ащи глаголит вам сотворите. Бех уже ту водоносы камень не шесть, лежащие по очищению иудейску, вместящие по двима или трием мерам. Глагола им Иисус, наполните водоносы воды, и наполнишь их до верха. И глагола им, почерпите ныне и принесите архитриклинови, и принесоша. Яко же вкуси архитриклин вина бывшего от воды, и не ведеша откуду есть, слуги же ведеху почерпшей воду. Пригласи жениха архитриклин, и глагола ему, всяк человек прежде доброе вино полагает, и гда упиются тогда хужшее. Ты же соблюлась и доброе вино доселе. Се сотвори начаток знамением Иисус в кане Галилейсии, и яви славу свою, и вероваша в него, ученицы его. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время был брак в кане Галилейской, и матерь Иисуса была там, был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставала вина, то матерь Иисуса говорит ему, «Вина нет у них». Иисус говорит ей, «Что мне и тебе, жену, еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям, «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, мещавших по две или по три меры. Иисус говорит им, «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверху. И говорит им, «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшиеся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют нам о первом чуде, которое сотворил Господь, чтобы явить себя своим ученикам как божественного посланника. И это первое чудо было совершено на браке в Кане Галилейской. Свадьба на Востоке считалась самым радостным и знаменательным событием. Свадебные празднества обычно продолжались несколько дней. Все дела и некоторые субботние ограничения на это время отменялись. Сама брачная церемония происходила поздно вечером, по окончании пира, после чего брачную пару провожали в новый дом. Молодожены не отправлялись в свадебное путешествие, но оставались дома и в течение недели принимали всех гостей. В жизни полной нужды и тяжелой работы эта неделя была очень важным моментом. Христос был приглашен как знакомый, а его ученики, как пришедшие с ним, были приглашены по обычаю гостеприимства. Здесь же находилась и Пресвятая Богородица. Вероятно, она знала кого-то из вступавших в брак, либо семья жениха или невесты приходилась ей родственной. И как не доставала вина, то Матерь Иисуса говорит ему, вина нет у них. Проявление гостеприимства на Востоке было долгом, вино же было главным элементом праздника. Отсутствие еды или питья на свадебном перу оказалось бы чрезвычайно унизительным для жениха и невесты. Понимая, что это может испортить радость семейного торжества, Пресвятая Дева обратилась за помощью к сыну. Александр Павлович Лопухин пишет, «Христос говорит только, что еще не пришел час совершить чудо». Отсюда видно, что Он хотел исполнить просьбу Матери, но только в тот момент, какой указан Ему, Его Отцом Небесным. И сама Пресвятая Дева в таком именно смысле поняла слова Христа, как это видно из того, что Она сказала слугам, чтобы те исполнили все, что Он им прикажет. По иудейскому обычаю полагалось имывать ноги при входе в дом и руки перед едой, а потому для свадебной трапезы вода была заготовлена в большом количестве, а именно шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, мещавших по две или по три меры. Мера – это перевод древнееврейского слова «бат». Бат был равен приблизительно сорока литрам, и, следовательно, каждый из этих кувшинов вмещал примерно по сто-сто двадцать литров. Когда же сосуды были наполнены водой, Христос превратил ее в вино. Святитель Иоанн Затауст отмечает, что Христос не произвел вина без воды опять по той же причине и для того, чтобы сами черпавшие воду были свидетелями чуда, и чтобы оно нисколько не показалось призраком. Если бы кто-либо стал бесстыдно отвергать это, то слуги могли бы сказать, мы сами черпали воду. Когда же распорядитель пира, который обычно выбирался из почетных гостей или из старых доверенных слуг, отведал вина, то сказал жениху, всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе. И эти слова служат ключом к пониманию не только этого отрывка, но и всего Евангелия. Христос принес с собой новый миропорядок, сменивший старый, несовершенный. Евангелист желает, чтобы мы увидели не превращение воды в вино, а изменение всей жизни человека, когда в нее приходит Христос. И действительно, Господь пришел в этот мир устранить все несовершенства закона и обратить их в совершенство благодати, которое стало безграничной. Нам же, дорогие братья и сестры, следует всегда помнить, что благодати и милосердие Христа с избытком хватает всем людям. Ведь Царство Божие всегда рядом и входит в жизнь каждого, кто готов его принять. Наша готовность принять Царствие Небесное и войти в Него определяется стремлением к общению с Богом, доверием Христу, исполнением Его мудрых повелений и заповедей, оставленных нам в Святом Евангелии. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! 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 Продолжение следует...